Единственный в Украине экспериментальный детский дом «Жемчужинка» отметил сразу и юбилей, и выпускной. Почему там так нравится жить детям и как складывается судьба выпускников, знает Анастасия Кожушка. Этому детскому дому всего 10 лет. Он уникальный и единственный в Украине. Здесь есть все, чтобы дети не чувствовали себя одинокими. Ведь бассейн, театр, музей и даже маленькую церквушку встретишь далеко не везде. Мы постарались в детском доме «Жемчужинка» их жизнь наполнить творчеством, спортом, музыкой, живописью, знаниями, любовью. Мы мечтаем, чтобы они были врачами, учителями, архитекторами, чтобы свершились их мечты. 10 лет назад, когда все только начиналось, порог «Жемчужинки» переступили 9 мальчиков и девочек. Сейчас здесь полсотни воспитанников. В детском доме, как известно, находятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Но на сегодняшний день, прожив здесь 10 лет вместе со своими ребятами, я не считаю, что они таковые. Потому что наши дети – самые счастливые дети. Как я думаю, вы смогли в этом убедиться. Лолита тоже когда-то жила в «Жемчужинке». Теперь она уже первокурсница педагогического училища. Говорит, что скучает по детскому дому, поэтому часто приезжает сюда на выходные. Я привыкла, что ежегодно у нас в детском доме проходят постоянно какие-то праздники, какие-то выезды, какие-то танцевальные постановки. Я привыкла, что я везде участвую, что я везде, как бы, ну, везде. А сейчас, когда я сидела в зале, было, ну, очень этого не хватало. И на протяжении года очень сильно скучала за этой всей суетой. А вот Даша выпускается в этом году. Мечтает стать хирургом и планирует идти в медучилище. Если раньше у детей и сирот были льготы при поступлении в вузы, то теперь девочке придется хорошо постараться. Я подготавливаюсь к экзамену по биологии, пишу диктанты по-украинскому и химией еще занимаюсь на курсах. В детский дом Даша попала еще маленькая. И за это время все, кто здесь работает, стали ей родными. Здесь всегда помогают и дают советы, как вообще дальше двигаться по жизненному пути. Этот детский дом уникален. Не только благодаря своей материальной базе, но и тому, что дети здесь только живут. А вот учатся в школе вместе со всеми. Такая система, как в нашем детском доме, помогает, конечно, детям налаживать контакты с другими детьми. Потому что если они вращаются только в кругу таких же, как они, то им потом на выходе бывает очень сложно. Успехов в учебе и легкого жизненного пути всем воспитанникам детских домов желают Анастасия Кожушка, Андрей Кульба и весь Седьмой канал.